Здравствуйте с последними событиями новости на ННТ в студии Махач Курбанов. Привлекут за репост комментарий или картинку о росте экстремизма в интернете и сетевых сообществах расскажем подробнее сегодня в выпуске. Карифей исламских знаний, великий дагестанский ученый Мухаммад Яракский, один из тех, кто заложил собственную школу богословия. Его жизненный путь и наследие обсудили на научной конференции при поддержке Муфтията и Миннации Республики. Сегодня Международный день инвалидов. В спортшколе имени Магомеда Джафарова прошла акция, где чествовали успешных атлетов парадхехвандистов. Следственный комитет Дагестана проверяет информацию о вымогательстве денег за отделением больницы за операцию, которую должны сделать и бесплатно. В сети появилась аудиозапись, на которой предположительно заведующий отделением детской хирургии Дербенской центральной городской больницы требует от матери и ребенка деньги за операцию по удалению острого аппендицита. По данному факту инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося. Уголовное дело в отношении главврача Центральной больницы Ахвакского района по теме от Халидовой, обвиняемой в нецелевом расходовании более 8 млн. рублей, передано в суд. Об этом сообщает Управление Следственного комитета России по Дагестану. Установлено, что в мае-июле 2017 года Халидова заключила три контракта с частной строительной компанией на капитальный ремонт помещений больницы. На ремонт она незаконно потратила более 8 млн. рублей Фонда обязательного медицинского страхования. Халидова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б, частью 2, статьи 285.2 УК РФ. Нецелевое расходование средств Государственного внебюджетного фонда в особо крупном размере. Прокуратура Дагестана сообщает о росте экстремистских преступлений в сети интернет. В этом году выявлено более 60 случаев. Это на 15% выше показателя за тот же период прошлого года. Что такое сетевой экстремизм и как не попасть под соответствующую статью? Почему люди пренебрегают законом, легкомысленно относясь к опасным словам? Узнавала моя коллега Патимат Ханапова. Среди российских пользователей соцсетей свыше 35 млн активных авторов. Но как часто каждый из них задумывается о своих высказываниях в сети интернет? Скорее всего, почти никогда. А между тем, за некоторые слова или публикации можно получить реальный срок. Светит он теперь и пользователю Инстаграм под ником Айша. Комментарий девушки признан публичным призывом к экстремизму. Еще удивляетесь, что ментов убивают. Надо самосуд устроить и публично казнить. Личность девушки быстро установили, а дело уже направлено в суд. За такой комментарий ей грозит до двух лет лишения свободы, а в лучшем случае она может отделаться штрафом. Есть и те, кто уже получил срок и заслушал свой приговор. 35-летней Шахруза Дайдбекова назначена два года условно. Установлено, что женщина умышленно размещала в интернете провокационные сообщения в виде комментариев. Она от того, что это в порывы сделала, или она случайно сделала, но она умышленно сделала и призыв опубликовала, напечатала в этом Инстаграме. А страдать будут ее дети. Эта женщина, мать детей, она осталась один на один со своей проблемой. Само то, что она признана виновной, то есть совершила преступление, это последующее отражается, как я многим пытаюсь объяснить. В большинстве случаев люди, которые попадали под статью из-за комментариев, даже не осознавались, что это может быть наказуемо. Но тут важно понять, незнание закона не поможет избежать ответственности. Поэтому так важно изучить вопросы, понять, какие высказывания могут быть отнесены к экстремистским призывам. Кроме того, можно посмотреть официальный перечень экстремистских материалов, размещенных на сайте Минюста, чтобы иметь представление о том, какие публикации государство запрещает распространять. К чему приезжает вообще данное законодательство? Если же человек не может ответить за свои слова, за свои поступки, какая разница? Если он на его не может отвечать, так же нельзя ему эти же вещи делать и в социальной сети. То есть нельзя говорить такое или писать такое в социальной сети, за что тебя могут привлечь к ответственности. То есть надо следить за своими словами. Если даже человек пишет в комментариях что-то, и его слова носят такой угрожающий характер и так далее, ему надо хорошенько задуматься. Оскорблять и призывать к насилию недопустимо не только по закону, но и с религиозной точки зрения. По словам ученых-богословов, выражать свое мнение, каким бы верным оно ни казалось, нужно, обуздывая эмоции, сдержанно и без агрессии. Ислам любит всегда доброту, всегда мягкость. Сам посланник Аллаху, салли Аллаху, говорит, человек мягкостью может добиться большего, нежели грубостью. В своей жизни, своим примером пророк Алия Салатусова показал, как он объединил вокруг себя многих людей разных верований, разных убеждений. Они все собрались вокруг него тем, что он был к ним мягок, он понимал их, он вел с ними беседы, которые открывали разум, давали свет. И сегодня это не хватает многим нашим мусульманам, я подчеркиваю, мусульманам, которые ведут какие-то споры, дискуссии, комментарии в социальных сетях, но вместе с этим забывают, что они не делают это так, как делал посланник Аллаху. Конституция России гарантирует свободу мысли и слова, но любая свобода заканчивается там, где начинается нарушение закона. И об этом нужно отчетливо помнить, даже находясь в виртуальном пространстве, чтобы не попасть под статью за экстремизм. Владимир Ханапова, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Махачкала. Сильные духом. Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Людей с ограниченными возможностями здоровья сегодня поздравили представители Общественного фонда инвалидов преодоления и спорткомитета администрации города Махачкалы. Торжественное мероприятие прошло в одном из банкетных залов города. Организаторы постарались отвлечь жителей столицы волей судьбы, оказавшихся в статусе инвалидов, от повседневной суеты и бытовых тягот, выразив им свою поддержку. Для приглашенных были накрыты праздничные столы, а поздравления и теплые слова чередовались с выступлениями артистов эстрады. Особенную атмосферу мероприятию придало участие самих виновников этого торжества. Они с удовольствием пускались в пляс, делясь своим неистекаемым оптимизмом и безграничной любовью к жизни. Я хочу поздравить всех здесь присутствующих с таким очень важным праздником. Во-первых, Международный день инвалидов, а во-вторых, наш брат Арслан сегодня организовал праздник для всех лиц с неограниченными возможностями. Могу с уверенностью сказать так. От лица главы нашего города Салмана Кадеевича хочу лично передать вам большой привет всем, передать поздравления. Это человек, который во всем нас поддерживает и, я думаю, отдельно еще поздравит. Сегодня Международный день инвалидов работники Центра социального обслуживания навестили маломобильных граждан в Дербенском районе. Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются эти люди. Отметим, что подобные благотворительные мероприятия ко Дню инвалидов также проведены в Каспийске, Кизилюрте и других городах и районах республики. Финансовую поддержку в проведении благотворительного мероприятия оказал депутат Народного собрания Дагестана Яхья Гаджиев. Президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса. Он объявил о планах начать ее с врачей и учителей уже на следующей неделе. В ходе мероприятия, участия в котором президент принял в режиме видеоконференции, Путин сообщил о том, что в стране произведено уже порядка двух миллионов доз вакцины. Это дает нам возможность начать, если не массовую, то масштабную вакцинацию, отметил глава государства. По его словам, она начнется с первых двух групп риска. Это врачи и учителя. К другим темам. Студентам-медикам заплатят за помощь в борьбе с коронавирусом. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин выделил на выплаты студентам более 1 миллиарда рублей. Материальное поощрение будет выдано за работу в ноябре и декабре. Студенты высших учебных заведений получат по 10 тысяч рублей за каждый месяц, а учащиеся медицинских училищ – 7 тысяч рублей. Напомним, что в начале пандемии Владимир Путин поручил привлечь студентов-медиков последних курсов, а также аспирантов медицинских учебных заведений к борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Акция в республиканских СМИ. COVID-19 никуда не ушел. Все государственные газеты республики выйдут в свет с одинаковой первой полосой. Аналогичные постеры можно будет увидеть и в сетевых изданиях, аккаунтах, социальных сетях и мессенджерах. Тем самым журналисты подхватили инициативу Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана, цель которой – еще раз напомнить всем, COVID-19 никуда не ушел. Мы имеем дело с очень страшным и коварным врагом. Ежедневные сводки, данные по заболеваемости и смертности, лишний раз свидетельствуют о том, что борьба с вирусом еще не закончена. Даже скептики и маловеры, коих было немало в первую волну, осознают сейчас всю серьезность ситуации, уже чувствуют ответственность за происходящее. Только неукоснительно, исполняя предписания врачей и рекомендации специалистов Роспотребнадзора, можно преодолеть эту ситуацию с минимальными потерями, сберегая людей. В Махачкале прошла научная конференция на тему «Мухаммад Яракски в дагестанской культуре и мировой науке». В мероприятии приняли участие представители власти, духовенства и научной интеллигенции Дагестана и России. Встреча началась с течения сур священного Корана. Выступающие говорили о наследии великого мусульманского ученого из Дагестана, его жизненном пути и высоких морально-этических качествах. К конференции через видеосвязь подключились не только российские историки и эксперты, но и студенты региональных вузов. Личность Мухаммада Яракски, она, я бы сказал, такая вот, имеет важное такое переломное значение для истории Дагестана, потому что, видите, он принес, фактически через него пришла великая таджбандийская традиция, тарикат, благодаря дагестанским муамам, которые были его учениками. Это было передано еще шире, поэтому в целом, мне кажется, сделало дагестанский ислам более духовным и дало ему какое-то новое измерение, то есть привело, явно привело к возрождению ислама на дагестанской территории. Действительно, проблема неизученности творчества очень интересна, потому что есть собственное творчество шейха. Что-то было издано еще, кстати, до революции в знаменитой исламской типографии Мавраева вышел сборник сочинений, асар, памятники шейха Мухаммада Аль-Ярагы. Сохранились его письма, то, что осталось от других шейхов и ученых того времени. И сегодня уже говорилось, что у шейха Аль-Ярагы был большой интерес к личности пророка Мухаммада. Это хорошо характеризует ту эпоху, когда он жил. То есть, на самом деле, такая конференция, я думаю, сейчас нужна. Организатором научной конференции выступила медреса имени Мухаммада Ярагского при содействии Миннаса и Муфдиата Дагестана. День инвалидов сегодня также отметили в Махачкалинской спортшколе имени Магомеда Джафарова. Там прошла благотворительная акция, где чествовали успешных атлетов, которым физические особенности не мешают тренироваться и достигать мировых вершин. Тему продолжит Курбан Рагимов. Ограниченные возможности, но неограниченные способности дагестанские парадекфандисты ежегодно входят в число мировых лидеров. Трое спортсменов уже завоевали право представлять Россию на Паралимпийских играх в Токио. Серьезные коррективы в планы команды внесла пандемия, однако цели остаются прежними. Мы уже за короткое время, уже третий сбор проводим с сентября месяца. Сейчас команду опять в форму приводим, как то, что было в начале марта месяца. В марте месяца они были очень хорошей формы, потому что мы готовились к Паралимпийским играм. И они уже были все заряжены. Ну а здесь такая ситуация, что сейчас опять все по новой начинается. Единственная у нас проблема, конечно, из-за того, что все международные старты отменили. Непонятно, какой будет календарь. Вслед за Даниилом Сидоровым, Магомед Загиром и Салдибировым и Зайнудином Атаевым еще одну путевку на игры в Токио постарается добыть махачкалинка Марьям Салимгиреева. Сейчас 22-летняя спортсменка готовится к лицензионному турниру, который пройдет в конце января в Болгарии. Впереди сборы и финальная часть подготовки. Да, у меня в январе будет европейский турнир, который относится к Олимпиаде. Если я забоюю первое место, то, естественно, я попадаю на Олимпиаду. Вот у нас как раз помещается сбор в городе Нальчик, Кабардино-Балкарии. И вот у нас будет 18 дней сбора там. Успехи тэквондистов вдохновляют их младших товарищей по команде. Об этом говорили на отчествовании спортсменов школы имени Джафарова. В рамках реализации Минспортом республики госпрограммы «Доступная среда» воспитанникам учреждения, занимающимся от Паратыкфандо, а также членам сборной команды Дагестана, вручили спортивную экипировку. Иссал Демиров, Загир! От души вас поздравляю еще раз с вашим международным днем. Желаю здоровья, счастья вам, вашим близким, родственникам. Я надеюсь, что мы в таком же составе встретим вас в самолеты с Олимпийских игр. От души поздравляю! Курбан Рагимов, Магомед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»